Дэвид, вы бывали в студиях таких политических ток-шоу в России. Расскажите, как это выглядит изнутри. Все происходит очень быстро. Времени, чтобы объясниться, нет. Говоришь полторы минуты, а потом все. Начинают перебивать. Зависит, конечно, от конкретного шоу, но в целом, если вы американец, или вы из Запада, или вы оппозиционер, то 3-4 человека будут на вас одновременно орать. Такой вот дурдом. А что делает ведущий? Какова его роль? Есть такая точка, чуть ниже точки кипения, на которой ведущий старается поддерживать температуру студии. Люди кричат, кто-то отпускает замечания, и все снова кричат. Это шоу, это постановка, это зрелище, как бои гладиаторов или христиан со львами. Крики и скандалы нужны для шоу, но напряжение все-таки стараются сдерживать, не допускать, чтобы гости бросались в настоящую драку. А зачем приглашают гостей, которые не согласны с ведущим? Только чтобы держать зрителя в напряжении, подерутся или нет? Возьмем ток-шоу «60 минут». Там показывают новости, а потом их обсуждают. И всегда в споре побеждают патриоты. А либералы? Им дали слово, но они не смогли кого-нибудь убедить в своей правоте. То есть мы правы. У нас есть свобода слова, мы прислушиваемся к альтернативному мнению, но именно наша сторона права. Государственное телевидение говорит правду. Мы обсудили проблему, вы все видели, и мы оказались гораздо рациональнее, чем эти неудачники. Если шоу постановочное и напоминает балаган, зачем туда ходить? Это как игра. Игра, в которой победа – шанс объяснить свое мнение всей России, хотя ты никогда и не обыграешь казино. Первый раз я пошел в студию, потому что хотел написать об этом. Потом сходил еще несколько раз. Мне было любопытно. За кулисами бывают интересные люди, и там, кстати, они ведут себя вполне вежливо. Кроме того, мне было очень интересно посмотреть на это производство изнутри. Мои друзья тоже спрашивали, «Дэвид, зачем ты лезешь в эту пропаганду?» Но ведь это захватывает. Технологии, качество работы, безупречность даже. Почему туда ходят другие гости? Один канал, когда я сказал, что больше не хочу у них появляться, предложил мне деньги, вознаграждение. То есть я допускаю, что другим могут платить за участие в шоу, хотя утверждать этого и не могу. Как вы думаете, сколько продержатся подобные шоу? Ведь нельзя же постоянно скандалить об одном и том же. Каждую неделю новая тема. Тема, которую можно использовать в подтверждении идеи. Россия окружена, и только Путин может защитить вас. И вот доказательства. Мы привели американцев. Послушайте, что городят эти придурки. Думаю, это может продолжаться вечно.